Приветствую, друзья. Вот эту картину я показал Шелли своей дочке. Она говорит, ой, какая хорошая картина. Но не сказала, я забираю её себе, потому что у неё есть один критерий, который она мне говорит. Если ей действительно понравилась картина, она говорит, папуль, я её забираю. Ну хорошо, только не эту. Она про эту не сказала, но говорит, очень хорошая картина. Потом говорит, почему ты всё время лица рисуешь? Наверное, уже всем надоело смотреть на эти лица, хотя прекрасное, говорит, лицо, там всё в порядке, трогать не надо и так далее. Ну а я как раз-таки в это время нарисовывал одну картину, которая вовсе не лицо. Вовсе не лицо, а вот такое вот. Посмотрите. Это домики, окошечки, вот эти окошечки беленькие, вот эти вот окошечки, они картину и делают, мне так кажется. Я её спрашиваю, видишь, как мне её дорисовывать или как? Она говорит, да нет, её очень даже сказочная такая картина. У меня есть ещё одна такая сказочная картина, которую я давно нарисовал, называется «В ночь под Рождество». Но дело не в этом. Дело в том, что потом я показал Шелле мыльные пузыри, как надувая, и она сказала, да, это я заберу. Ну вот, я в следующий раз вам её покажу в окончательном виде, про который она так сказала. А сейчас я ещё хочу сказать. У нас есть сайт «Стрессу» и у нас есть сайт «Хасай.ру». Вот на этом сайте «Хасай.ру» там есть очень много интересного, и там в конце концов есть два пакета с роликами, которые очень хорошо бы иметь желающим, именно вот, которые хотят понять, что такое метод-ключ, и для чего он нужен, в пяти коротких уроках. Там, вернее, четыре коротких урока, но пятый, он как бы завершающий. Четыре коротких урока для новичка. Пожалуйста, загляните на сайт «Хасай.ру». Там магазин, меню «Магазин». Потом, там есть также пакет, в котором есть целебные ролики, курс целебных роликов. Тоже посмотрите, потому что я как-то сделал целебный ролик, который у меня удостоился. Ну, очень-очень много там всяких комплиментов, потому что люди пользуются им, и получают большой результат положительный. Да, и он очень быстрый, простой, доступный. И там есть и ключевое дыхание, я про что хочу сказать, почему там их пять в одном пакете. Потому что дело в том, что я их поставил одним курсом, потому что я их поставил как с разных точек зрения на одно и то же, в разное время. Я их собрал у себя в архивах со всего интернета, как я разрабатывал этот целебный ролик. И там прямо видно грани разные, с разных точек зрения, в разном ритме подачи. Я как-то так, то так подавал, то так подавал, потому что я представлял перед собой разных людей. И пытался достучаться до каждого. По крайней мере, я хотел сказать, например, там есть одноминутное ключевое дыхание и волна. А в одноминутном ключевом дыхании, который сразу снимает острый стресс, переживания, сразу выводит на успокоение, и кто-то начинает зевать, кто-то плакать, кто-то там подергиваться, подрагиваться. Это всё разгрузочные движения, которые очень нужны организму для восстановления внутренней гармонии, внутренней целостности, для освобождения сознания от всяких блоков и стереотипов, освобождения тела, и чтобы шея стала лучше, и чтобы всё стало лучше. Вот видите, как я разговариваю, и там ритм каждый раз меняется в этих пяти роликах, чтобы вы могли подобрать себе то, что вам подходит. Это для чего делается? Ключевое дыхание. Одна минута, я ещё там говорю, неважно, нашли вы тепло или нет. А важно, что вы его ищите в момент вдоха и в момент выдоха. Что теплее? Вдох или выдох? Вдох или выдох. А сами в это время думайте о своём. Одну только минуту, не меняя дыхание, в каком бы вы ни находили состоянии, сидя, стоя или лёжа. Вот посмотрите, я вам сейчас это всё объясняю уже в этом ритме. Потому что кто-то, кому-то подходит это, а кому-то подходит другое. А я как раз таки занимаюсь воспитанием тех качеств и умений, чтобы вы умели, быстро перебирая, находить то, что вам подходит, а не подчинять себя какому-то авторитету. Не подчинять себя. Вот, например, из Мариолка Возрождения, очень хорошее, мне очень нравится, я давно это люблю. Но когда преподают, ну, может быть, один приём надо заменить на другой приём. Может быть, кому-то это подходит больше, а то меньше подходит. Вот не учится, а учится именно повторять себя, подчиняя какому-то рецепту, вместо того, чтобы искать своё. Ну, вот в этом-то всё и дело. И дело не в том, что целебный ролик, который помогает вам быть здоровьем, а дело в том, что он помогает вам ещё и лучше понимать. Да, понимать – это очень важно. Потому что надо дружить со своей головой. Когда человек находится в узком тоннельном зрении, когда он в фокусе своих эмоций, замкнут в своём мироощущении, он ничего не слышит, ничего не видит, ни на что не реагирует, он защищается, как будто на него только нападают. Но на него же не всегда нападают. Ему хотят делать доброе дело. Вот я хочу сделать доброе дело, и поэтому обращаю ваше внимание. На сайт Стрессу, в котором много видеоархивных материалов. И на сайт Хасай.ру. Вы туда посмотрите, сайт Хасай.ру. И вы заметите, там много очень интересного. Да, ну я сказал. И на Телеграм подпишитесь. На Телеграме идут бурные дебаты, что на самом деле очень интересно. Я вам скажу одну вещь. Дело в том, что есть много слов, которые мы пытаемся объяснить человеку что-то, но вы кому-то пытаетесь что-то объяснить. И вот вы мне объясняете, что человек в доминанте, что надо научиться выходить из доминанта, что в доминанте это состояние фиксированного внимания, это зацикленность. Например, или он влюбился, всё окрашено в божественном свете, или у него разочарование, или утрата, или он там проиграл на соревнованиях, или компьютер сломался, тоже он находится в зацикленном состоянии, в зависшем состоянии, и ему надо выйти из стресса. А мы, вот это зависание, это же транс. И стресс это транс, и страх это транс, и влюблённость это транс. Мы научаемся транс-контролю. То есть выходить из транса, то есть из зацикленности, то есть из стресса, стресс это транс, это фиксация внимания на ожидаемых, негативных исходах ситуации. Выйти оттуда и войти в транс, в управляемые, когда вы хотите создавать что-то, видеть вещи как-то так, как вы хотите видеть их, или объективно хотите видеть, или хотите видеть во вдохновении. Ну, как вы хотите, чтобы вы могли управлять своим состоянием. Видите, как я долго говорю? А ведь я говорю об этом каждый раз. Одно и то же, одно и то же, одно и то же. Меня спрашивают. Во-первых, и не устали одно и то же повторять? Вы же говорите принцип подбора путём перебора по критерию максимального соответствия простоты и комфортности, а не принцип повторения, мать учения. А сами повторяете. Это на разных стадиях. Когда вы подбираете действия, надо перебирать. А когда вы закрепляете действия, надо повторять. А у нас в школе обычная, в обычной школе, в обычной школе, на основе повторения всё сделано. А не учат думать, подбирать, выбирать, не учат думать, а учат авторитет. Ну, короче говоря, когда, наконец, я добьюсь того, что все поймут, о чём я говорю? Вот одна фирма, такси в Японии. Она стала процветать. Она стала процветать, потому что, когда стали выяснять, за что она получила такие преференции, почему там ей все аплодируют, почему все про это такси говорят, почему все её пользуются, они объяснили компанию. Они в течение трёх лет объясняли водителям, что надо сказать пассажиру спасибо. Три года объясняли это. Ну, потому что человек каждый в своей доминанте, извините, и поэтому так получается, что мы ничего не слышим. Нам знакомые слова кажутся понятными. А само слово, само слово, как мы с моим другом Газенко объясняли, он это понял с первой и сказал, что пока не скажешь и не объяснишь, и люди на это внимание не обращают. Отлично он сказал. И вот слово, оно какое. Например, я объясняю всё время. Я же пытаюсь, я же наукой занимаюсь, я в конце концов так привык, я пытаюсь объяснить каким-то таким понятным словом. Ну, например, слово такое, нарушение психофизиологической согласованности, психических, физиологических процессов, там, нарушение целостности, что в переводе здоровья, я там пытаюсь как-то так объяснить. А мне там один парень написал просто, ну, вот вы имеете в виду, что кого-то переклинило, да? Вот уже понятно объяснил, да? Но в другом жарнире, в другом стиле. Да, есть в народе понятные слова, у народа, да? Отфильтрованные многими столетиями очень понятные слова. Я хочу эти понятные слова сказать вам накануне наступающих праздников Нового года. Эти понятные слова называются «Будьте здоровы, друзья, будьте счастливы». и, как говорил один великий человек, когда его спросили, «А что бы ты хотел?» Он сказал, «Я бы хотел, чтобы люди были здоровы и любили друг друга». И я вам желаю этого. Такие простые, понятные слова. И когда они, люди, чокаются, чокаются там, это сам, у меня на картине есть, как куклы, куклы, чокаются шампанским в Новый год. А вон ёлочка там, видите? Ёлочка у неё заголовкой «Новый год». Да. И вот, когда они чокаются, а это куклы чокаются, игрушечные, это сказка. А когда они чокаются, они говорят, «На здоровье, друзья!» Ну, это ещё раньше. Я потом, перед Новым годом, вам кое-что скажу. А сейчас, в завершение этой нашей встречи, ещё раз напоминаю, сайт «Хосай.ру». Посмотрите. Посмотрите эти ролики. В магазине там меню. Потом вы посмотрите сайт «Стрессу». Подпишитесь, кто там и там не подписан, подпишитесь. Ставьте здесь лайки, потому что это продвигает наши встречи. Много полезного будет в следующем ролике. Очень много полезного, потому что мы готовим сейчас вебинар с Валентиной Эдуардовной Киселёвой. В следующем ролике скажу о чём, и она скажет о чём. Мы в пяти минутах сделаем анонс. Итак, до встречи, друзья. «Стрессурия». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!